Вы слушаете чтение Библии. 22 июня. Первая книга царств с 21 по 24 главы. Глава 21. И пришел Давид в Номву к Ахимелеху, священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом, и сказал ему, почему ты один и никого нет с тобой? И сказал Давид Ахимелеху, священнику, царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе, поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукой? Дай мне. Хлебов пять или что найдется? И отвечал священник Давиду, говоря, нет у меня под рукой простого хлеба, а есть хлеб священный. Если только люди твои воздержались от женщин, пусть съедят. И отвечал Давид священнику и сказал ему, женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты. А если дорога не чиста, то хлеб останется чистым в сосудах. И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов, предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Там находился в тот день пред Господом один из слуг Сауловых по имени Даик Идумей, начальник пастухов Саула. И сказал Давид Ахимелеху, нет ли здесь у тебя под рукой копья или меча, ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное. И сказал священник, вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине дуба, завернутый в одежду позади Ефода. Если хочешь, возьми его, другого, кроме этого, нет здесь. И сказал Давид, нет ему подобного, дай мне его. И дал ему. И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гевскому. И сказали Анхусу слуги его, не это ли Давид царь той страны, не ему ли пели в хороводах и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гевского. И изменил лицо свое перед ними и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, кидался на руки свои и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим, видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой? Глава двадцать вторая И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую, и услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные и все должники и все огорченные душой, и сделался он начальником над ними, и было с ним около четырехсот человек. Оттуда пошел Давид в массиву Моавицкую и сказал царю Моавицкому, пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мной Бог. И привел их к царю Моавицкому, и жили они у него все время, доколе Давид был в воном убежище. Но пророк Гат сказал Давиду, не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иуды. И пошел Давид, и пришел в лес Херет, и услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Гиве под дубом на горе с копьем в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим, окружавшим его, Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иесея поля и виноградники, и всех вас поставит тысячи начальниками и сотниками, что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иесея, и никто из вас не пожалел обо мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно. И отвечал Даик и Думей, стоявший со слугами Саула, и сказал, Я видел, как сын Иесея приходил в Номву к Ахимелеху, сыну Ахитува, и тот вопросил о нем Господа и дал ему продовольствие, и меч Голиафа-филистимлянина отдал ему. И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитува-священника, и весь дом отца его священников, что в Номве. И пришли они всех к царю. И сказал Саул, Послушай, сын Ахитува. И тот отвечал, Вот я, господин мой. И сказал ему Саул, Для чего вы сговорились против меня, ты, сын Иесея, что ты дал ему хлеб и меч, и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно. И отвечал Ахимелех царю и сказал, Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не обвиняй в этом, царь, раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого. И сказал царь, Ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего. И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем, Ступайте, умертвите священников господних, ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне. Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников господних. И сказал царь Даику, Ступай ты, и умертви священников. И пошел Даик и Думей, и напал на священников, и умертвил в тот день восемьдесят пять мужей, носивших льняной ефод. И Номву город священников поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юноши, и младенцев, и валов, и ослов, и овец поразил мечом. Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитува по имени Авиафар, и убежал к Давиду. И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников господних. И сказал Давид Авиафару, Я знал в тот день, когда там был Даик и Думей, что он непременно донесет Саулу. Я виновен во всех душах дома Отца Твоего. Останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и Твоей души. Ты будешь у меня подохранен. Глава двадцать третья И известили Давида, говоря, Вот филистимляне напали на Кииль и расхищают Гумна. И вопросил Давид Господа, говоря, Идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду, Иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль. Но бывшие с Давидом сказали ему, Вот мы боимся здесь, в Иудее, Как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских? Мы попадем в плен к филистимлянам. Тогда снова вопросил Давид Господа, И отвечал ему Господь и сказал, Встань и иди в Кииль, Ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид с людьми своими в Кииль, И воевал с филистимлянами, И угнал скот их, И нанес им великое поражение, И спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, Прибежал к Давиду и пошел с ним в Кииль, То принес с собой Иефод. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль, И Саул сказал, Бог придал его в руки мои, Ибо он запер себя, Войдя в город с воротами и запорами. И созвал Саул весь народ на войну, Чтобы идти к Киилю, Осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, Что Саул задумал против него злое, Сказал священнику Авиафару, Принеси Иефод, Господин. И сказал Давид, Господи, Божий Израилев, Раб твой услышал, Что Саул хочет прийти в Кииль, Разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, Как слышал раб твой, Господи, Божий Израилев, Открой рабу твоему? И сказал Господь, Придет. И сказал Давид, Предадут ли жители Кииля меня И людей моих в руки Саула? И сказал Господь, Предадут. Тогда поднялся Давид И люди его около шестисот человек И вышли из Кииля И ходили, где могли. Саулу же было донесено, Что Давид убежал из Кииля, И тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне, В неприступных местах, И потом на горе в пустыне Зив. Саул искал его всякий день, Но Бог не предал Давида в руки его. И видел Давид, Что Саул вышел искать душу его. Давид же был в пустыне Зив, В лесу. И встал Иоаннафан, Сын Саула, И пришел к Давиду в лес, И укрепил его упованием на Бога, И сказал ему, Не бойся, Ибо не найдет тебя рука Отца моего Саула, И ты будешь царствовать над Израилем, А я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это. И заключили они между собой завет Перед лицом Господа. И Давид остался в лесу, А Иоаннафан пошел в дом свой. И пришли Зефеи к Саулу в Гиву, Говоря, Вот Давид скрывается у нас В неприступных местах в лесу На холме Гахила, Что направо от Иесимона. И так, по желанию души твоей, Царь, иди, А наше дело будет Придать его в руки царя. И сказал им Саул, Благословенно вы у Господа За то, что пожалели о мне. Идите, удостоверьтесь еще, Разведайте, и высмотрите Место его, где будет нога его, И кто видел его там, Ибо мне говорят, что он очень хитер. И высмотрите, и разведайте О всех убежищах, в которых он скрывается. И возвратитесь ко мне С верным известием, И я пойду с вами. И если он в этой земле, Я буду искать его Во всех тысячах иудиных. И встали они И пошли в Зив Прежде Саула. Давид же и люди его Были в пустыне Маон На равнине, Направо от Иесимона. И пошел Саул С людьми своими Искать его. Но Давида известили об этом, И он перешел к скале И оставался в пустыне Маон. И услышал Саул И погнался за Давидом В пустыню Маон. И шел Саул По одной стороне горы, А Давид с людьми своими Был на другой стороне горы. И когда Давид спешил Уйти от Саула, А Саул с людьми своими Шел в обход Давиду И людям его, Чтобы захватить их, Тогда пришел к Саулу Вестник, говоря, Поспешай и приходи, Ибо филистимляне Напали на землю. И возвратился Саул От преследования Давида И пошел навстречу Филистимлянам. Поэтому и назвали Это место Села Гомахликов. Глава двадцать четвертая. И вышел Давид оттуда И жил в безопасных местах Эн-Гадди. Когда Саул Возвратился от филистимлян, Его известили, Говоря, Вот Давид в пустыне Эн-Гадди. И взял Саул Три тысячи отборных мужей Из всего Израиля И пошел искать Давида И людей его по горам, Где живут серны. И пришел к загону Овечьему при дороге. Там была пещера И зашел туда Саул для нужды. Давид же И люди его сидели В глубине пещеры. И говорили Давиду Люди его Вот день, О котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего В руки твои И сделаешь с ним Что тебе угодно. Давид встал И тихонько Отрезал край От верхней одежды Саула. Но после этого Больно стало сердцу Давида, Что он отрезал Край от одежды Саула. И сказал он Людям своим Да не попустит Мне Господь Сделать это Господину моему Помазаннику Господнему, Чтобы наложить Руку мою На него, Ибо он Помазанник Господен. И удержал Давид людей Своих этими словами И не дал им Восстать На Саула. А Саул Встал И вышел Из пещеры На дорогу. Потом Встал И Давид И вышел Из пещеры И закричал Вслед Саулу Говоря Господин Мой царь. Саул Оглянулся Назад И Давид Пал лицом На землю И поклонился Ему. И сказал Давид Саулу Зачем ты Слушаешь Речи людей Которые говорят Вот Давид Умышляет Зло на тебя. Вот сегодня Видят глаза твои Что Господь Предавал тебя Ныне в руки Мои в пещере И мне говорили Чтобы убить тебя Но я пощадил тебя И сказал Не подниму Руки моей На Господина моего Ибо он Помазанник Господа Отец мой Посмотри На край Одежды твоей В руке моей Я отрезал Край одежды твоей А тебя не убил Узнай И убедись Что нет В руке моей Зла Ни коварства И я не согрешил Против тебя За кем ты гоняешься За мертвым Псом За одной Блохой Господь Да будет Судьей И рассудит Между мной И тобой Он рассмотрит Разберет Дело мое И спасет Меня от руки Твоей Когда И не уничтожит И поклялся Саулу И пошел Саул 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 В дом Свой Давид же И люди Его Взошли В место Укрепленное Для того Чтобы вам Приходило Каждый день Чтение Библии Нажмите Подписаться А потом На колокольчик Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует